Как вдохнуть жизнь в старинные провинциальные усадьбы? Этот вопрос актуален не только для нашей области, но и для страны в целом. Чтобы хотя бы на шаг приблизиться к ответу на него, Министерство культуры пригласило в Россию Саймона Мюррея. Ивановская область – один из шести регионов, где он познакомится с культурным наследием. Саймон Мюррей представляет благотворительный национальный фонд Англии, Уэльса и Северной Ирландии, который занимается сохранением объектов культурного наследия без государственной поддержки. Членами национального фонда на данный момент являются почти 5 миллионов человек, что составляет от 8 до 10 процентов всего населения Великобритании. Несмотря на то, что национальный фонд – это благотворительная организация, мы ведем эту деятельность как коммерческую, потому что мы не получаем другого финансирования. В Ивановской области Саймон Мюррей проведет два дня и посетит усадьбы в Вичуге Ивановой Плесе. Главный дом имения Студеной Ключи, расположенный в Заволжском районе, восстановленный практически из руин, произвел на гости большое впечатление. Между тем, что было, и стала огромная разница. Восстановление усадьбы – это целая жизнь, это целая история. Это не ремонт коттеджа, это не ремонт квартиры, это немножко другая жизнь. И здесь очень много вопросов, связанных с изучением жизни владельцев, как они думали, о чем они думали. И нарушить эту тонкую грань очень просто. И мы много времени посвящаем изучению архивных документов. Уже в сентябре усадьба будет готова принять гостей. К этому времени отремонтируют первый этаж главного дома. Полностью реставрацию планируется завершить не ранее 2025 года. Чтобы, по примеру Студеных Ключей, другим инвесторам было проще восстанавливать подобные объекты, Международный фонд «Русская провинция» разработал региональную программу «Сохраним вместе». Это программа, которая, наверное, предполагает использование иного ресурса при восстановлении таких объектов, как усадьбы, нежели чем мы привыкли традиционно. Государственные, муниципальные, федеральные деньги. А здесь речь идет об энтузиастах, добровольцах, людей неравнодушных, которые готовы вкладывать не только свои деньги, но и свой труд, свои знания, свое, как минимум, неравнодушное отношение для того, чтобы рассказывать об этой программе, об ее мероприятиях и событиях. И мы очень надеемся, что, став каким-то экспериментом на нашем региональном уровне, она получит поддержку федерального центра. Эту программу обсудят на первом заседании Совета при губернаторе Ивановской области. Новый общественный орган займется решением проблем в вопросах сохранения культурного наследия. Любовь Почерникова, Дмитрий Красников, РТВ Иваново, Заволжский район.